А вот когда вы спрашиваете, вас причислили к сектантам и сами считатели, здесь сразу в вопросе подразумевается негативное какое-то ореол вокруг слова «секта». Но это большая ошибка в средствах массовой информации неграмотно подойти к этому слову. Потому что секта – это в корне. Давайте посмотрим, что такое секта. Она подразумевает, когда вот есть что-то уже устоявшееся, и внутри чего-то большого возникает какое-то новое движение, которое как будто бы в большинстве, может быть, и сохраняет то, что все хранят в этом едином целом. Но появились какие-то новые трактовки. Выделилась какая-то группа, которая как будто бы что-то по-другому начинает осмысливать. Давайте заглянем не просто глазами страха. Ой, появился какой-то червяк. Он, видимо, опасный, и как-то надо его уничтожить. А давайте посмотрим в закон. Откуда это может возникать? И на каком законе возникает такое явление? А ведь это явление, касающееся сознания человека, дарованного человеку Богом. Ведь человек учится осмысливать реальность, которая его окружает. И, конечно же, развитие предполагает, когда на каком-то этапе времени человек начинает сомневаться в том, что он имеет. И тогда у него активизируется мышление к тому, чтобы найти какие-то другие выводы по поводу того, что ему раньше казалось правильным. А вот теперь он чувствует что-то не то, как-то здесь не так это происходит. И он начинает искать ответ. И его находит, и ищущий найдет. Но это ведь пытливый ум, который ищет что-то, что должно его еще больше удовлетворить. Ведь это же нормальный закон творческой мысли человека. Конечно, может быть и большая ошибка в том, что он как-то не стал видеть что-то, что другие видят действительно правильно. Но это не страшно. Он пробует мыслить. И это как раз является очень важным. Нельзя запрещать человеку осмысливать то, что он видит вокруг, что он чувствует, что предполагается вокруг него, что он не видит, но предполагается, ведь он должен на эту тему размышлять. Нельзя заставлять его верить во что-то, не объяснив толком. Но вот сказать, вот только так, а если ты так мыслить не будешь, то вот пример можно сказать, значит ты уже не православный, значит ты к церкви уже не относишься, значит ты юридик, и тебя нужно гнать как что-то очень опасное. Поэтому вот эта закономерность, связанность с человеческой мыслью, она нормальна, но ее боятся. Боятся люди, когда кто-то может увидеть что-то больше, чем видит он сам. Это сильно задевает эгоизм человека. Ему трудно признать, что если другой увидел что-то по-другому, то он, наверное, больше видит. Это трудно принять. Легче сказать, а, так ты заблудился, потому что хочется себя считать более зрячим. И вот начинается вот эта гонка, когда начинают просто травить тех, кого обозначили как юридик, или добавили слово «секта» с позиции именно негативного характера. Хотя, если взять какой-то другой перевод, слово «секта» — это просто школа, ну просто учение. Вот именно так можно буквально перевести слово «секта». Поэтому здесь нельзя вкладывать сюда негативный смысл. Надо просто в какой-то мере пожать руку тем, кто набрался мужества, высказать свое иное суждение о чем-то, о чем другие говорят по-прежнему. Но ведь однажды также нашелся кто-то, кто вопреки церкви, как православный, как католиков, вопреки церкви сказал, что земля круглая, но ведь именно церковь утверждала, что она была плоская везде. И это с благословения, это был догмат всех ученых церковных. Поэтому, конечно же, я в данном случае не говорю то, что говорят многие до меня. Конечно, много, я говорю совсем по-другому. И если меня пробуют отнести к тем, кто создал молодежение, я позначил это секретой сектой, «ты, пожалуйста, сколько душе угодно, пусть назовут еще как-нибудь». Это уже суть не меняется происходящего. И вот хорошо было бы, чтобы именно опять же люди учились рассуждать на тему духовности. И вот чтобы есть слово такое «сектант» или «секта» тоже осмыслилось правильно, глубоко, разумно, а не с испугом, как на ведьму в древности смотрели. И сколько ошибок наделали, обозначая торопливо кого-нибудь еретиком. А ведь это просто трезвая какая-то или более трезвая мысль, возникающая в жизни человеческого общества. Это надо уважать. Если вы хотите помочь ближнему, пробуйте рядом строить свое, что вы считаете более правильным, но ни в коем случае нельзя разрушать то, что создают другие. И если вы несете правду, а другой ошибается, он обязательно это увидит. Но не торопитесь его гнать и ругать. Он обязательно это увидит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова